Активисты Молодёжного Совета посёлка Новомихайловска и наравне со взрослыми депутатами принимают важные решения и преображают жизнь поселения. В минувшем году ими было проведено свыше 50 мероприятий в различных сферах деятельности. На итоговом совещании с главой поселения ребята подвели итоги своей работы в минувшем году. На месте события побывала наш корреспондент Дарья Туранова. 2013 год членами Молодёжного Совета был отмечен как плодотворный и насыщенный. Для контроля организации работы были созданы специальные комиссии, которые курировали каждое своё направление. Члены комиссии по социальному мониторингу с государственными и муниципальными структурами особое внимание в минувшем году уделили благотворительности. Так, например, в период с 11 по 16 февраля прошедшего года была проведена краевая акция «Я с тобой». В помощь онкологически больным детям было собрано и перечислено 35 тысяч рублей. Тем самым мы заняли первое место по сбору средств в районе. С 1 по 9 мая прошедшего года провели ежегодную благотворительную акцию «Георгиевская лента». Все собранные средства были перечислены в госпитале для покупки медицинского оборудования. И для военнослужащих было собрано 7 тысяч рублей. Также Молодёжным Советом проведено три экологические акции в поселении. Ребята собирали мусор, прорывали траву и раздавали отдыхающим памятки, призывающие поддерживать чистоту. Большая работа велась и комиссии по спорту, туризму и военно-патриотической работе. Главным показателем деятельности стало первое место за активное оповещение и проведение большого количества мероприятий «Военно-патриотический месячник». Однако главная победа активистов – первое место среди молодёжных советов Туапсинского района. 2013 год прошёл очень плодотворно для Молодёжного Совета. Мы много позанимали первых мест в других поселениях. Очень радует, что с каждым разом у нас становится всё больше и больше. Ребята с радостью приходят в Молодёжный Совет, им это нужно, это очень радует. На 2014 год уже намечена обширная программа. Приоритетным направлением станет работа с ветеранами Великой Отечественной войны. Мы планируем помочь нашим ветеранам подготовить и отправить фотографии и краткую биографию на Первый канал для формирования общей базы данных «Кодни Победы». Около полугода контролирует работу Молодёжного Совета Игорь Арзуманов. Он занимает должность председателя Совета. В организации он состоит уже три года. Мне приятно вообще находиться в кругу активных людей, таких же, как я. Они, как мои единомышленники, мне интересно сюда приходить. Мы тут какие-то идеи новые создаём, проходят заседания у нас, когда всё очень интересно. Глава Новомихайловского городского поселения Анатолий Русин поздравил ребят с победами и отметил дипломами самых активных, а также пообещал приобрести для молодёжи новые фотоаппараты и ноутбук. Год только начался, но у ребят уже огромное количество запланированных дел, ведь им ещё столько предстоит успеть.